В начале занятия инструктаж, разминка и небольшой экскурс в историю появления скандинавской ходьбы. После небольшой тренировки группа отправляется в парк. Темп ходьбы такой, чтобы не вызвать дискомфорта и отдышки у участников проекта. Во время занятий скандинавской ходьбой задействуется 90% всех мышц организма. Это благоприятно влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, увеличивается объем легких, и отсюда больше насыщается организм кислородом. Также опорно-двигательный аппарат хорошо действует, повышается тонус мышц, то есть мышечный каркас, снижается стресс, депрессия. С течением лет людям в возрасте становится все сложнее выполнять большинство привычных физических нагрузок. Поэтому именно ходьба может стать настоящим лекарством от старости, уверены специалисты Центра медицинской профилактики. Инвентарь для занятий закуплен на окружной грант, который выиграл проект для пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой». Главная цель проекта «Пусть осень жизни будет золотой» – это улучшение качества жизни пожилых людей. В Надыме этот вид спорта уже полюбили и освоили около 200 человек. Среди них в основном пенсионеры и предпенсионеры, перед которыми все актуальнее встают вопросы долголетия и необходимости вести активный образ жизни. Ну, во-первых, вместе веселее или одной ходить, или вместе. А во-вторых, вот уже на прошлом занятии я посмотрела, оказывается, я не так палки держала, не так шла. А надо вот так. И это гораздо удобнее. Ну, просто вот молодцы они, что обучают. Так бы вот не вышло бы я бы. Я вот в парке уже сто лет не была, между прочим. Раньше собака была, так выгуливались. А сейчас вот нет собачки, так и не гуляем по паркам как-то. Скажите, занятия продолжать будете? Да, я буду обязательно. Тем более рядышком живу здесь. У меня сахар, давление постоянно. Нормально, мне нравится. Я буду теперь ходить. Групповые скандинавские прогулки теперь станут традиционными. Желающие принять в них участие смогут узнать дату и время следующего занятия в Центре медицинской профилактики по телефону или из объявлений на официальном сайте и в группах соцсетей. Бодрым шагом к здоровью и долголетию. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром Добыча на дым».